Короче говоря, пятерка. Это был понедельник, за окном светило солнышко, но почти. А я валялся в кроватке и смотрел на будильник. Тут в комнату зашел друг и сказал, я конечно ни на что не намекаю, но через пять минут тебе нужно быть в школе. Я посмотрел на него с пафосным взглядом и сказал, вообще-то я никуда не спешу. Друг засмеялся и сказал, ага, ага. Я быстро вскочил с кровати, оделся, умылся, покушал, выбежал во двор. Как вдруг понял, что уже давно не лето и не мешало бы одеться потеплее. Вернулся домой, надел шапку, куртку, носочки. Выбежал из дома и побежал в сторону школы. Мы зашли в школу и услышали звонок. Блин, теперь придется придумывать, почему я опоздал. Даник, быстро в кабинет и попытайся объяснить, почему ты опоздал. Ну, понимаете? Я начал рассказывать учителю о том, что в третьем классе я сломал руку, в четвертом меня покусала собака, а позавчера я ударился мизинцем об дверь. И из-за этого ты опоздал? Не, из-за этого у меня шрам на шее, сломанная рука, ну и мизинец немного болел. А в школу я просто не успел. Учитель посмотрел на меня, я посмотрел на него и у нас начался баттл глазами, в котором он проиграл и сказал, ладно, входи. Я вошел в кабинет, сел на свое любимое место, достал тетрадку с ручкой и приготовился к уроку. Но тут учитель сказал Так, тема сегодняшнего урока – сочинение. Задание для каждого – написать дома сочинение, а завтра принести его мне. Весь оставшийся урок я сидел грустный, потом пришел домой, улегся в кроватку и начал писать сочинение. Так прошел час, два, три, но у меня на листочке по-прежнему было всего пару строчек. Я проснулся утром, возле меня была куча скомканных бумажек и написанное сочинение. Я начал радоваться, схватил листочек и побежал завтракать. Потом довольный пришел в школу и зашел в кабинет. Положил листок с сочинением на стол, рядом к другому сочинению и начал ждать учителя. Я ждал пять минут, десять минут, двадцать минут. Тут в класс зашел учитель, сел за стол и начал проверять наше сочинение. Он долго что-то исправлял, читал, зачеркивал, а потом сказал «Даник, странно, но ты написал сочинение на отлично, и мне придется поставить тебе пятерку». Я начал радоваться, выбежал из школы, зашел в магазин, купил мороженое, пришел домой, увлекся на кровать и начал довольный играть в Майнкрафт. Но тут зазвенел телефон «Это был учитель, слушай, Даник». В общем, я тут напутал, и это сочинение было Жени, ну а тебе, как всегда, двойка. Короче говоря, пятерка. Ну а пока я заменяю учителя, ты можешь поставить лайк, подписаться на канал и отправить видео своим друзьям. А вот рандом комментарий из прошлого ролика, если ты тоже хочешь попасть в видео, тогда пиши как можно больше комментариев. Ну а с вами был Даник, пока-пока.